Уважаемые гости, компания Козы Лайн приветствует вас. Наш сегодняшний вебинар посвящен отчетности по прибыли за полугодие. И на экране вы видите наши контактные данные, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева-Галина. И, собственно говоря, мы сразу хотим вас попросить, если у вас какие-то вопросы будут или нужна консультация касательно вашей ситуации, отправляйте нам любым удобным для вас способом ваши вопросы. Мы с удовольствием рассмотрим их и, собственно, более предметно сможем дать вам консультацию. Ну и, возможно, вас заинтересуют какие-то конкретные темы, которые вы хотели бы от нас услышать. Мы будем рады оказаться вам полезными. Итак, начинаем нашу встречу. Программа нашего вебинара построена сегодня таким образом. Вы видите программу, то есть мы сначала поговорим про отчетность первого и второго квартала, потому что отчет по прибыли делается нарастающим итогом. Поговорим про тонкости, которые существуют и, к сожалению, вызывают вопросы у пользователей. Ну, собственно говоря, по всем вопросам, которые касаются декларации, то есть сроки ее подачи, сроки и места, если у вас есть обособленные подразделения, ну, то есть о всех подробностях, которые касаются сдачи декларации. Естественно, поговорим немножко о налоговой реформе, которую анонсировало правительство и немножко уделим времени сервисам и отчетам, ну, к сожалению, если у нас останется это время, то есть поговорим про дополнительные сервисы. Построена наша сегодняшняя встреча будет таким образом. Мы будем с вами смотреть нормативные материалы на слайдах, вот как сейчас, и будем переключаться на демо-базу. Я сейчас переключусь вот таким образом. Демо-база у нас ERP. И смотреть на базе, то есть то, о чем поговорили теоретически. Сразу хочу обратить ваше внимание. Посмотреть мы будем на релизе 17. Это новенький совсем релиз. Посмотреть мы можем информацию о нем вот по такой пиктограммке. И выберем пункт сведения о программе, то есть и с точечкой. И нам здесь высвечивается информация о платформе. И, собственно говоря, информация о релизе конфигурации. И обязательно, поскольку сейчас очень много изменений, и практически ни один блок не остался нетронутым, так сказать, то, особенно когда начинаем работать с отчетностью за квартал, то нужно проверять, на каком релизе. То есть актуальны или нет, во-первых, сами формы регламентированной отчетности, во-вторых, и механизмы, которые при этом используются, то есть чтобы ваша работа не пропала впустую и не оказалось, что вы подготовили все на уже неактуальных данных. Итак, мы с вами проверили, что релиз у нас актуальный. И возвращаемся обратно к нашим слайдикам. Возвращаемся обратно к нашим слайдикам. И сначала немного восстановим в памяти требования, которые касаются декларации по прибыли. Это, на самом деле, один из самых трудоемких и сложных разделов в ЕРП. И, ну, напомним, кто составляет налог. Ну, естественно, это предприятия, которые находятся на общем режиме и которые являются плательщиками налога на прибыль. Во-вторых, это налоговые агенты. То есть если ваше предприятие выступает налоговым агентом, при этом не имеет значения, какой режим вы применяете, вы должны сдавать декларацию как налоговый агент. Ну, и, собственно говоря, если у вас консолидированная рабочая группа, то в составе консолидированной группы вы тоже должны сдавать декларацию по налогу на прибыль. Ну, единственное, скажем так, утешение в этой ситуации это то, что сама форма декларации у нас действует та же, которая действует и в первом квартале, и в 2023 году. То есть сама по себе форма уже знакомая и не новая. Ну, по законодательству мы должны ее сдать в течение 25 дней до, после сдачи, после, совсем запуталась, мы должны сдать в течение 20 дней после завершения квартала. То есть в нашем случае это будет до 25 июля. В этом случае у нас никаких рабочих или праздничных дней не попадает на эти дни, и, соответственно, мы должны будем сдать 25, переносов никаких не будет. Собственно, сам бланк у нас старый. В общем-то, мы его уже даем не первый раз, и он знакомый, но изменения в него все-таки прокрались. То есть, во-первых, это новый штрих кода на всех листах. Во-вторых, это были приняты новые коды необлагаемых доходов. Если ваше предприятие входит в международный холдинг, то вот для них правила изменились. И изменились для бюджетных организаций. То есть, собственно, иностранные компании у нас отчитываются в те же сроки, что и наши юридические лица, но у них сами декларации отличаются. У них декларация утверждена формой, вы видите на экране, которая действует с момента выпуска приказа налоговой службы. Вот ее номер выделен жирным шрифтом. Ну, то есть, собственно говоря, резюме этого всего. То, что изменения есть, изменения технического характера, изменения для иностранцев. Российские организации могут, в общем-то, спокойно использовать свои наработки, свои знания. То есть, мы, сам отчет 34 листа, соответственно, занимает, но мы, слава богу, создаем их не все. То есть, ну, во-первых, мы создаем титульный лист, раздел 1, раздел 2 и приложение к листу 2. Ну, и, естественно, если у вас есть какая-то информация, результаты деятельности по другим листам, то вы заполняете те листы, которые содержат какие-то фактические данные. Создаем саму декларацию мы по месту регистрации, то есть, это налоговая инспекция, в которой вы зарегистрированы или зарегистрировано головное ваше подразделение. Но, также, если у вас есть обособленные подразделения, то, соответственно, по каждому обособленному подразделению тоже будет даваться декларация. Если вы зарегистрированы как крупнейшие налогоплательщики, то, соответственно, вы сдаёте в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам. В этом плане у нас требования остаются старые, то есть, здесь у нас ничего не изменилось. Изменилось, собственно говоря, то, что мы сдаём и куда мы сдаём, не изменилось. А вот уточнение по авансовым платежам у нас есть. То есть, вы видите на экране табличку, когда авансовые платежи налога на прибыль, АПНП, аббревиатура такая, когда они сдаются и, собственно говоря, какие способы у нас существуют. То есть, периодичность перечисления авансовых платежей у нас, соответственно, по итогам первого квартала, полугодия, то есть второго квартала, девяти месяцев, и, собственно, по каждому месяцу квартала. Мы вносим до 28-го числа, то есть у нас единый срок. И, собственно говоря, здесь ничего не меняется. Если мы уплачиваем ежемесячные платежи, то у нас в этом случае опять же идёт 28-е число следующего за отчётным месяцем, и тоже никаких изменений не происходило. Если мы платим по итогам квартала, но по фактически полученной прибыли, то здесь сроки те же самые, но есть по фактической прибыли, мы чуть попозже поговорим на эту тему. Есть тонкости. То есть вот из этой таблички первые два способа уплаты могут использовать только компании, которые не превысили лимита. И если компания вновь создана, и выручка не больше 5 миллионов за месяц или 15 миллионов за квартал. А вот если вы уже действующее предприятие, давно действующее предприятие, то, соответственно, при выборе авансовых платежей сейчас мы поговорим, какие существуют особенности. Собственно, сроки уплаты, которые мы с вами проговорили, по прибыли за второй квартал у нас будут такими. Ну, для второго квартала, значит, мы за апрель заплатим, в мае, второго мая должны были заплатить, за маем должны заплатить были 28 мая, по прибыли за июнь. Это платеж, который еще предстоит, 28 июня. И по прибыли за второй квартал, то есть за полугодие у нас, обратите внимание, 29 июля. Это мы с вами говорим про ежемесячные и ежеквартальные авансы. Ну, здесь сроки вы видите, какие у нас указаны. И еще одна тонкость. Первый квартал – это начало периода, ну, практически для всех налогоплательщиков, из-за тех, кто платит ежеквартально и из-за тех, кто платит ежемесячно. Декларация, которую мы указываем за период с 23 года, у нас срок предоставляется до 25 числа, так же, как и все отчеты. И за первый квартал мы подавали декларацию, как вы помните, 25 апреля. Но у нас есть еще один способ для уплаты налогов – это исходя из фактической прибыли. То есть, если мы платим из фактической прибыли, то мы отчитываемся ежемесячно до 25 числа. И на экране вы видите сроки, в которые мы должны были отчитаться, за первый квартал. Ну, на самом деле, здесь у нас дело в том, что декларация – это нарастающим итогом делается. И в случае нарушения сроков сдачи отчетности самые основные санкции связаны с годовой отчетностью. В этом случае мы заплатим штрафу, то есть, соответственно, он составляет 5% от величины налога, который мы задекларировали, но не перечислили в установленные сроки. Ну и, соответственно, штраф мы платим за каждый полный или неполный месяц. И сколько прошло со дня просрочки, соответственно, столько мы заплатим штрафов. Но при этом нужно помнить о том, что есть одна неприятная особенность. Если мы не сдали вовремя декларацию по прибыли, либо квартальную, либо месячную, штраф-то, собственно говоря, будет небольшой. 200 рублей для руководителей, 300 от 300 до 500 тысяч на юридическое лицо. Но у нас в этом случае предусмотрена блокировка расчетных счетов до тех пор, пока не будет сдана отчетность. Как вы знаете, на практике, несмотря на то, что налоговые органы декларируют, что после сдачи отчетности в течение одного рабочего дня будет снята блокировка, на практике, к сожалению, приходится пошуметь, потопать ногами и подоказывать, что на самом деле отчетность уже сдана. И только после этого часто снимается блокировка, а не тогда, когда декларируется по срокам. Собственно говоря, еще напомню о правилах, которые необходимо при заполнении декларации соблюдать, но это в общем-то просто напоминание, потому что декларация и сама не даст вам заполнить игнорируете правила. Но собственно сумму мы указываем полной в рублях, то есть не округляем до тысяч, как в балансе. При заполнении декларации мы если это электронный вид выравниваем по правому краю, обратите внимание, нарастающим итогом заполняем с начала года и нумеруем страницы сквозным способом, начиная с титульного листа, то есть не в соответствии с разделами, а в соответствии с тем, какие листы вы заполняете. Если соответственно показателя нет, то если вы на бумаге заполняли, то вы проставляете прочерки. Если соответственно электронный вид декларации, то либо нолик ставится, либо оставляется пустым это поле. Но это, как я уже сказала, собственно те правила, которые программа не даст вам нарушить. и теперь мы перейдем с вами к самой декларации. Собственно говоря, переключимся мы сейчас вот таким образом. И я напомню, что у нас декларация по прибыли находится в регламентированном учете, раздел регламентированный учет. Мы сейчас с него переходим и находится она в разделе 1С отчетность и здесь у нас общий журнал отчетности регламентированные отчеты. Сейчас мы туда перейдем. Но до того, как мы перейдем в раздел отчетности, хочу обратить ваше внимание, что есть еще сервис 1С отчетность и соответственно здесь есть сервис, который сейчас нам программа будет рекламировать себя при переходе в регламентированный журнал регламентированных отчетов высвечивается реклама сервиса 1С отчетность, который позволяет работать с сайтом налоговых органов и фискальных напрямую. Значит, вот таким вот образом мы переходим в журнал, поскольку он у меня сформирован был заранее, декларация отчет рекламка, которая грузится, я потом ее покажу, то есть она сейчас не запустилась. И здесь вот у меня уже сформированы как бы для примера три декларации по разным юридическим лицам, то есть с обычными предприятиями и с филиалами. то есть при работе с обычными филиалами, с обычными юридическими лицами у нас формируется вот такая отчетность и в общем-то это уже знакомая, как я говорила, декларация обратить внимание стоит вот на что. То есть при формировании при формировании титульного листа обратите внимание на то, что у нас заполняется налоговый период, соответственно местонахождение либо головного предприятия, либо обособленного подразделения и заполняются разделы один и лист номер два. Отметьте вот какой момент здесь тоже не рекламная, допустим, не рекламная, не рекламный баннер, но напоминание, что 1С отчетности это самый удобный способ дачи отчетности. То есть если я захочу перейти по ссылке 1С отчетность, мне в общем-то высветится тот же баннер, который при переходе на этот раздел вы видите. То есть это возможность подключиться напрямую, как я уже говорила, к сайтам фискальных органов, то есть налоговые службы, соцфонды России, ну и вот всех остальных, которые здесь перечислены, и вы можете почитать поподробнее, что это значит. Но есть небольшая поправочка, что если у вас подписка ИТС-ПРОФ, то вам доступно одно подключение одного юрлица бесплатно, а если у вас подписка ИТС-Техно, то соответственно все будут подключения только за денежки, имеется ввиду все юридические лица, но стоимость подключения невысокая, то есть порядка 4800 рублей в год, то есть если мы делим на 12 месяцев, это вполне себе дружественная можно так сказать сумма получается. подробно почитать гиперссылки вот по этой можно и подключиться нажать на кнопку очень несложно, то есть подключение не составляет большого труда, но 1С-отчетность нам нужна в другом случае, если мы будем использовать сервис по работе с личным кабинетом налогоплательщика, то есть личный кабинет по ЕНС единый налоговый счет, а вот если мы с вами захотим к этому сервису подключиться, вот он у нас где находится, то есть единый налоговый счет, личный кабинет для этого подключения к этому сервису, вот я выбираю организацию, например, вот так, и мне сейчас будет ссылка, что для того, чтобы перейти в этот личный кабинет, мне нужно подключить сервис 1С отчетность, ну, собственно говоря, вот сейчас посмотрим, какой интерфейс высветится, и здесь нужно обратить внимание на то, что не только подключить сервис нужно, но и проверить настройки, которые были при заполнении программы, потому что, видите, вот, например, регистрационные номера, ОГРН, это я при заполнении, ну, поскольку у меня демонстрационная база, я, естественно, халтурила лень двигатель прогресса, поэтому я такие сведения не заполняла, но если это рабочая база, то, естественно, должны быть заполнены эти сведения первоначально, чтобы программа не высвечила вот такие вот предупреждения, ну, и, естественно, халтурила я не только с регистрационными номерами, но и с паспортами ответственных сотрудников, так что это, так сказать, еще индикатор моей добросовестности. Так, сейчас мы это закроем. Нет, не надо нам сохранять, мы с вами возвращаемся в, собственно говоря, саму декларацию. Это, так сказать, лирическое отступление про дополнительный сервис. Итак, собственно, когда мы с вами работаем с декларацией по прибыли, я хочу напомнить вот какие моменты, то есть возвращаемся к нашим слайдикам. Собственно, к сожалению, несмотря на то, что декларация уже достаточно давно существует, возникают и ошибки, и постоянные вопросы. Как заполняются строки конкретно лист 02, строка 210. Так, вот, значит, строка 210. Как вы видите, ну, у меня здесь на слайдике естественно, цифры показаны для примера, то есть строку 210 мы проверяем по формуле, какие у нас были авансовые платежи, которые должны были быть уплачены. При этом заметьте, реально мы заплатили или нет, неважно. Главное, чтобы они должны быть указаны по этим строкам. Вот вы видите формулу, по которой мы можем проверить, соответствует сумма или не соответствует. Следующая строка 220 этого же листа соответственно отображает сумму в федеральный бюджет, ну, и сумму в бюджет 230 это бюджет субъекта Российской Федерации. И вы видите формулу, по которому необходимо проверить заполнение этих строк. Мы, собственно говоря, делаем акцент именно на этих строках, потому что практически и за первый квартал, и за второй были вопросы, как заполнить эти строки. Еще один момент, это сейчас мы с вами посмотрим тоже строки, которые вызывали вопросы, это опять же лист 02 и строка 290 и 300. То есть у нас в 290 строке вот соответственно формула, по которой мы можем проверить сумму, которую мы там отразили. И напомню, что если нулевая сумма или отсутствует, то мы ставим прочерки. Прочерки ставятся, если отрицательная сумма. и собственно говоря, трехсотая строка это приложение номер 2 ко второму листку и мы здесь отражаем убытки, то есть строка 301 это убытки прошлых лет, строка 302 это безнадежные долги. Ну и вот вы видите здесь дальше подробности по заполнению общей суммы 200 и 300 200 и 300 строк соответственно у нас эти суммы отражаются на строке номер 42 листа. И вот теперь мы с вами посмотрим слайдик с титульным листом декларации и хочу отметить, что в этой форме у нас содержится штрих код и собственно говоря вот форма по кнд должно быть должна быть форма, которую вы сформируете содержать штрих код и название кода лист номер 4 приложение номер номер 4 к 0 второму листу мы за полугодие не составляем. То есть мы только за первый квартал и потом в течение составления годовой декларации его указываем. И сейчас еще раз мы с вами переключимся на демо версию и посмотрим так сказать в натуре. Вот у нас приложение номер 4. То есть здесь мы смотрим и если у меня есть какие-то данные, то я заполняю их только за первый квартал. То есть я ставлю здесь отметочку и соответственно заполняю данные. на втором квартале мы данные эти не заполняем. Снова переключаемся на слайдики наши и вот еще какой момент. Очень часто бывает ситуация когда налоговики запрашивают пояснения по поводу расхождения сведений. Значит вот такой слайдик. То есть когда базы по прибыли и по НДС у нас отличаются. В этом случае всегда приходит запрос от налоговых органов на тему подачи пояснений. То есть это соответствие происходит всегда. Это не всегда соответствует об ошибке потому что базы могут различаться на вполне законных основаниях. То есть мы когда делаем месяц у нас в общем-то формируется сама декларация показателей для этой декларации. И вот мы с вами когда составляем декларацию по НДС то у нас соответственно в третьем разделе есть строка 10 это сумма реализации. И такая же по налогу на прибыль есть приложение есть реализация. В нашем случае то есть здесь на примере эти суммы одинаковые но они могут отличаться как я уже говорила на вполне законных основаниях и хочу напомнить в каких случаях то есть когда они могут не совпадать но самая частая причина это когда были у вас возвраты то есть была корректировка реализации и в этом случае у нас корректировка реализации происходит документом который уменьшает обороты уменьшает выручку по 90.01 счету в этом случае у нас в декларации по прибыли естественно отражается уменьшение но это на самом деле правильно и на самом деле это всегда так делается а вот в движениях по регистру НДС это сумма которая у нас корректировка реализации сделана НДС продажи не уменьшает потому что у нас корректировка реализации происходит в книге покупок то есть у нас в книге покупок сумма плюсуется а минус в книгу продаж не заносится но у нас также могут быть и другие случаи когда например происходит реализация материалов это через 91 счет а не через 90 и в этом случае тоже будет разница если у нас применяются различные ставки то есть 10 и 20 процентов то НДС сумма будет отличаться ну то есть короче самый самый простой случай это корректировка реализации ну и дальше по нарастанию сложности это продажа материалов продажа основных средств и так далее то есть про это нужно помнить и такое требование от налоговых органов ну собственно говоря бухгалтеров уже не пугает а вот теперь следующий слайдик мы посмотрим по поводу того что нас ждет в светлом будущем которое анонсировало уже правительство то есть по налоговой реформе по налоговой реформе мы с вами знаем что уже НДС ну НДФЛ это понятно его анонсировали самым первым то есть изменится и НДС и НДФЛ но и изменения по налогу на прибыль нас тут анонсировано что порядка 25% будет не 20 а 25 но будут отмелены экспортные пошлины вот здесь вопрос спорный хорошо это или плохо потому что вопрос до сих пор обсуждается на гебатах и бурные скажем так обсуждение бурное происходит но посмотрим что что окажется в конце концов в нормативных документах и вот такой еще момент на прибыль предлагают практически все ставки налогов которые действовали в переходном режиме то есть для IT компании предлагают поднять ставку с нуля до 5% ввести повышающие коэффициенты по неокру и сделайте послабление по инвестпроекту но самый наверное громкий резонанс вызвало то что упрощенку предлагают лишить возможности невозможности то есть ввести НДС лишить ее без НДС основы и собственно говоря во первых увеличить лимиты для упрощенки во вторых среднюю численность сотрудников это практически убирает положение переходного периода который у нас два года практически действовали то есть лимит это понятно у нас корректировался практически каждый год а средняя численность напомню была 100 человек это для нахождения на базовых ставках но если превышение допускалось до 130 человек то мы не теряли право на упрощенку а получалась повышенная ставка ну то есть вот этих переходных моментов предлагают от них отказаться использовать во-первых переход до 450 до 450 миллионов это порог определить и по основным средствам было 150 рублей без 150 миллионов рублей без корректировки то есть как превышение допустим по людям превышение по основным средствам не допускалось теперь его увеличивают и предлагают его на индекс дефлятор умножать так же как например порог в 450 миллионах и НДС обязательство выплачивать у нас появляется при доходах более 60 миллионов в год то есть тоже такое нововведение но это то что касается переходного периода мы про это еще немножко поговорим потом а сейчас переключимся с вами на НДС на декларацию по налогу на прибыль и вот о чем поговорим то есть у нас собственно сама декларация как мы уже смотрели формируется в автоматическом режиме то есть у нас по кнопочке заполнить там программа заполняет автоматически данными которые сформированы при закрытии месяца сейчас я закрытие месяца еще с вами открою нет не надо изменения то есть основной основной режим для формирования налога на прибыль это у нас закрытие месяца то есть при закрытии месяца как мы с вами уже видели сейчас вернемся сюда регламентная операция по закрытию месяца то есть здесь у нас формируется и соответственно финансовый результат и данные регламентированного учета по налогу на прибыль то есть вот видите формирование финансового результата но в разделе регламентированный учет у нас с вами есть возможность проверить как формируется наш финансовый результат и как формируется наш налог на прибыль в этом случае нам нас интересует регламентированный учет и обратите внимание у нас в разделе регламентированный учет отсутствуют вот здесь вот обычно отчеты и дополнительные сервисы ну например вот финансовый результат видите отчеты по финансовому результату необоротные активы отчеты по необоротным активам регламентированный учет здесь у нас нет отчетов они выведены в отдельный блок и кроме этого естественно обычные бухгалтерские учеты нас интересуют но для проверки правильности расчета на прибыль нас интересуют регистры налогового учета регистров налоговых учетов у нас четыре блока и здесь как вы видите можно проверить все ли отражено в нужных регистрах и в общем-то если в регистры какие-то сведения не попали то соответственно и в декларацию они у нас не попадут не будут отражаться поэтому в общем-то вот это самый полный если можно так сказать обзор и здесь мы можем проверить себя все ли правильно у нас было сделано но кроме этого у нас есть еще еще не одни на самом деле есть вот такой вот анализ расчета налога на прибыль в принципе им постоянно пользуются очень многие то есть это позволяет определить вот какие сведения попали откуда из каких расчетов так сделаем и кроме значит у нас получается регистр налогового учета анализ по налогу на прибыль и кроме этого у нас есть еще один интересный учет это сверх кооперативного и бухгалтерского учета то есть это вот основные отчеты которые нам потребуются при составлении при составлении декларации и соответственно при проверке этой декларации правильно или нет мы ее составили и теперь сейчас вернемся посмотреть один слайдик на на эту тему и поговорим вот о чем при при осуществлении налоговой реформы мы с вами посмотрели какие изменения планируются ввести естественно и по прибыли и по НДС у нас будут изменения вот следующие это у нас альтернативные варианты то есть мы можем выбрать то есть НДС при упрощенке у нас в обязательном порядке будет введено при доходах от 60 миллионов рублей но мы можем выбрать ставку то есть если мы выбираем 5% ставку то в этом случае доходы должны быть от 60 до 250 миллионов в год или без права на вычет но можем выбрать и 7% в этом случае от 250 до 450 миллионов в год и собственно говоря в этом случае мы применяем вот вы видите в соответствии с изменениями законодательства мы применяем вот такие пункты сейчас напомню что при упрощенке мы не платим НДС ни в каком случае а предполагается что будем платить при доходах от 60 миллионов и при этом мы сможем выбрать либо 5 либо 7 процентов ну и вот вы видите на экране с какими последствиями так сказать в этом случае у нас с вами изменяется как я уже сказала действия послаблений на переходный период который у нас были то есть повышения ставки с 6 процентов до 8 у нас не будет это повышение отменяется и с 15 процентов на 20 тоже не будет оно отменяется остается только базовое 6 и 15 процентов но зато послабление как вы уже видели и в отношении количества работников то есть сколько сотрудников и в отношении повышения основных средств повышения лимита на основные средства а вот теперь очень интересный момент касается дробления бизнеса про дробление бизнеса говорится давно у нас не было четких критериев обозначено по каким по каким параметрам дробления бизнеса налоговики применяли теперь эту проблему ликвидировали и значит наша налоговая амнистия касается именно дробления бизнеса в 22 24 годах и вводят понятия во-первых дробления бизнеса во-вторых отказ от дробления бизнеса при отказе вы должны уплатить все налоги которые рассчитывают если бы вы не применяли например дробление бизнеса то есть если у вас юрлицо или несколько юрлиц которые созданы и работают для того чтобы не превысить показатели например по просенке по сотрудникам по основным средствам то сколько бы вы заплатили если бы не применяли такие юрлица то есть платите условный скажем так налог на прибыль и будет считаться что вы добровольно отказались от дробления бизнеса сейчас такого положения нету сейчас налоговые инспекции будут доказывать что вы занимаетесь дроблением бизнеса вы будете доказывать что нет не занимаемся дроблением бизнеса и на самом деле у нас наши юрлицы не взаимосвязаны не аффилированы что бывает достаточно проблематично потому что налоговики производят комплексную оценку и документов и управленческих документов и скажем так административных то есть всяких решений общих собраний и так далее соответственно амнистия у нас будет проверяться по состоянию на 24 на 25 год но если решения по проверкам за 22 и 24 года не вступили в силу то есть может быть проверка у вас произошла но в силу замечания по акту еще не вступили то есть видите скажем так в этом случае пеней и штрафов не будет но доказать что добровольно вы отказываетесь от дробления бизнеса необходимо будет путем уплаты налога и теперь мы с вами еще поговорим про формирование отчетов это то что я немножко раньше рассказала то есть про регистр налогового учета и про регламентированный учет значит мы с вами еще раз вернемся я хочу показать один момент когда мы говорим про личный кабинет по ЕНС мы на самом деле имеем ввиду несколько вариаций личных кабинетов то есть в ЕРП есть личный кабинет во-первых сотрудника этот этот личный кабинет находится либо в разделе кадры либо в разделе зарплата есть и там и там ну вот смотрим например зарплате сервис 1С кабинет сотрудника в этом случае этот кабинет для физических лиц которые у вас работают сотрудники то есть они могут для себя заказать например расчетные листки справки 2 НДФЛ и так далее то есть собственноручно получить сведения которые необходимы без привлечения бухгалтера а есть кабинеты которые рассчитаны на юридические лица вот они у нас здесь располагаются регламентированные отчеты в блоке регламентированные отчетов 1С отчетность вот личные кабинеты и здесь у нас с вами уже соответственно кабинет юридического лица или эписта бывший соцфонд СФР сейчас как называется социальный фонд России по проверкам и по работе с электронными листками нетрудоспособности в общем соцблоком и вот он сейчас в ходе налоговой реформы тоже претерпит большие изменения но на самом деле я хочу показать личный кабинет который не личный кабинет личный кабинет который связан с другим с другим сервисом это со статистикой потому что статистика в этом году выдала очень много новых форм отчетности которые нужно сдавать сейчас у меня не будет потому что на самом деле юридическое лицо у меня придуманное так закроем то есть по выборкам на какие отчеты попало ваше предприятие по Гуашмойна какая отчетность сейчас должна сдаваться в статистику и соответственно по этим отчетам посмотреть и своевременно сдать потому что в разделе рекламентированный учет у нас сейчас очень много отчетов по статистике вот мы переходим обратно в форму всех отчетов которые сданы и по кнопочке создать мы с вами можем перейти вот здесь то что мы видим в журнале то есть выбранные составленные отчеты а вот здесь все отчеты которые доступны для формирования и как вы видите форма статистического наблюдения перечень очень большой во-первых прочие формы а во-вторых вот вы видите сколько форм и в основном добавлены формы по сотрудникам по численности по кадрам то есть на самом деле форм статистики очень много добавилось и с этого с прошлого года точнее статистика начала применять реальные штрафные санкции за нездачу или нарушение сроков отчетности первоначальное нарушение это до 70 тысяч а повторное правонарушение это уже до 150 тысяч поэтому я хотела обратить ваше внимание на личный кабинет и соответственно на портал статистики и таким образом сейчас мы снова возвращаемся на наши слайдики то есть таким образом в этом квартале мы практически еще начинаем еще сдаем по старым формам но очень активно проверяем под какие мы попадаем выборки по статистике потом проверяем что попадает под налоговую реформу попадаем по каким-то новым ограничениям и соответственно что изменится как можно перестроить сервис перестроить скажем так структуру нашего взаимодействия юридических лиц и пока возможно применить добровольный отказ от дробления бизнеса на самом деле в общем-то реформа затрагивает очень многие аспекты но мы с вами сегодня поскольку говорим только по прибыли по декларации по прибыли то мы не затрагиваем социальное социальный блок не затрагиваем НДС говорим только про прибыль то есть в любом случае нужно принимать решение что будет применяться то есть либо упрощенка либо автоматизированная упрощенка либо общий режим то есть что в нашем случае более выгодно и хочу напомнить мы с вами уже говорили про то что изменяется показатель налога на прибыль ставка налога на прибыль с 20 до 25 процентов но в этом случае отменяются пошлины то есть если вы работаете с этим блоком с уэдовским например то нужно проверить обязательно попадает ли вашей товарной группы перечень тех которые претерпят изменения и соответственно выбрать режим который будет вам более выгоден в нынешних условиях ну и то что очень сильно меняются требования по НДФЛ это вы тоже уже слышали вводится 5 ставок но соответственно социальный блок будет очень сильно изменен но это уже отдельная тема для разговоров и для встреч сейчас мы с вами снова вернемся к титульному листу я хочу напомнить наши контактные данные пригласить вас к сотрудничеству мы выполняем весь спектр услуг по поводу семейства одинных и продажа и настройка и доработка то есть милости просим к сотрудничеству будем рады оказаться вам полезными компания Кодерлайн на этом прощается с вами разрешите сказать вам до свидания и пожелать хорошего дня благодарю вас за уделенное время всего доброго до свидания